МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотри, думай, анализируй. В эфире программа «Точка зрения» мы начинаем. 2021-й для автомобилистов Беларуси принёс долгожданное изменение, связанное с процессом прохождения техосмотра и уплатой транспортного налога. Вместе с экспертами студии расскажем об основных деталях нововведения, а также поговорим о том, как поменялось административное законодательство в этом году. Итак, гости программы. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Девойна. Владимир Васильевич, добрый день. Добрый. Заместитель начальника филиала унитарного предприятия «Белтехосмотр» в Гомельской области Эдуард Попков. Эдуард Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель начальника управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Сергей Ющенко. Сергей Эдуардович, рад видеть. Добрый день. И главный инженер автобусного парка номер один Гомеля Игорь Кравченко. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Транспортный налог и то, каким он мог бы быть, пожалуй, наиболее обсуждаемая тема в последние несколько лет. Владимир Васильевич, как считаете, при помощи инициатив жителей региона и всех заинтересованных служб, удалось ли законодателям действительно подобрать и выработать оптимальный вариант? Александр, ну что такое оптимальный вариант? Это вариант, который должен, в принципе, устроить все стороны взаимоотношений. Физическое лицо, организации с одной стороны и государство с другой стороны. Налог, он сам по себе, он должен быть прост. И вот, кстати, как отметил сейчас на 6-м Всебелорусском народном собрании глава государства Александр Горьевич Лукашенко, он должен быть легок. Вот эта система, которая предложена сейчас, она проста и она легка. Есть имущество, заплати налог. Заплати налог и спи спокойно. Владимир Васильевич, ну вот если говорить про зарубежный опыт, вы наверняка все эти несколько лет вместе с коллегами тоже его изучали. Как вам кажется, мы подобрали универсальный вариант, который, по вашим словам, действительно отвечал бы интересам и государства, и простого человека? Что говорит зарубежный опыт в этом плане? Если посмотреть на нашу соседку Российскую Федерацию, да, Россию, там есть такой вид платежа. Действительно, физические лица, если мы будем говорить о физических лицах, физические лица уплачивают его ежегодно по сроку 1 декабря. И опять же, сколько платить, направляет информацию налоговой инспекции. В Японии такой платеж, он состоит из трех видов платежа. Не буду останавливаться. Это при приобретении транспортного средства, при переоформлении его, и потом ежегодно в мае месяце. Если говорить о развитой стране Сингапур, там, наверное, еще сложнее. Потому что право приобрести автомобиль надо выиграть на аукционе, его приобрести. При приобретении автомобиля человек платит не только стоимость автомобиля, но и 140% от стоимости автомобиля уплачивает сам налог. И другие платежи. Я считаю, что в Республике Беларусь на сегодняшний день оптимальный и хороший вариант. Говоря о модели нашего государства, транспортный налог с 2021 года теперь не привязан к факту прохождения техосмотра, а привязан к факту наличия автомобиля. Все верно? Да, все верно. Действительно, платит налог тот, кто владеет транспортным средством. Нет необходимости теперь проходить техосмотр. Техосмотр и для того, чтобы уплатить налог. Техосмотр он проходит самостоятельно, а налог уплачивается ежегодно за владение транспортным средством. Насколько годовая оплата станет меньше? Ну, если сравнивать с уровнем государственной пошлины за допуск транспортных средств, транспортным налогом для физических лиц, это большая категория сегодня платящих, это примерно 20-30% ниже, чем тот уровень был государственной пошлины. Еще здесь есть одна особенность. Раньше градация по максимальной массе автомобиля, где у нас в паспорте указано, полторы тонны, раньше следующая была 2 тонны, теперь градация в 250 килограмм, то есть полторы, тысяча семьсот пятьдесят, две тонны, и так вот через 250 килограмм дальше. Это позволяет, скажем так, минимизировать расходы по уплате данного платежа. Раньше или три, или шесть базовых. А сегодня есть еще и промежуточный платеж. Это выгодно, в принципе, физическому лицу и достаточно хорошо для государства. В интересах человека, в первую очередь, как я понимаю. А если о схеме уплаты речь об ежегодном платеже, расскажите, я так понимаю, что вопросов по-прежнему немало у зрителей. Как и когда жители региона узнают о том, когда же нужно платить? Сразу хочу сказать о том, что сегодня налоговый орган аккумулирует информацию, которая поступает из органов госавтоинспекции о наличии транспортных средств у физических лиц, у организаций, соответственно информацию гостехосмотра, соединяем это все в единую базу, получаем общее количество транспортных средств, по которым должен уплачиваться налог, и не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным, то есть 2023 год, налог будет уплачиваться за 2022 год. Не позднее 1 сентября мы направляем извещение на уплату платежей налогового органа, и не позднее 15 ноября сумма должна быть уплачена физическим лицом в бюджет. Для организации немножко другой порядок по срокам уплаты. Если говорить про переход на 2021 год, то здесь, скорее всего, это будет ноябрь-декабрь, придут квитки, и как это будет выглядеть? 2021 год действительно, Александр, правильно подметили, он переходным, является годом. Здесь уплачивается авансовый платеж, если за 2021 год не платилась государственная пошлина. Если платилась государственная пошлина хоть за какой-то 1 месяц или за 2, тогда транспортный налог вообще не уплачивается в 2021 году. Если не платилась, в 2021 году придет извещение на уплату одной базовой величины, и по сроку 15 декабря этот налог необходимо будет уплатить. В 2021 году по сроку 15 декабря 29 рублей одну базовую величину. Все остальное налоговый орган пересчитает в 2022 году, как я говорил, по сроку сентябрь и по сроку ноябрь. А вот еще один из наиболее распространенных вопросов, который поступил к нам на горячую линию Беларусь-4, я думаю, что ваши коллеги тоже с подобными мнениями от жителей региона сталкиваются. Цитирую, оплатил по счетам в конце 2020-го в разы больше, чем платят сейчас. Можно ли рассчитывать на возврат части суммы? Ну, наверное, не в разы больше, а я уже сказал, это процентов 20-30, уже давайте быть так вот как-то пунктуально и говорить о фактических вещах. Физическое лицо оплатило государственную пошлину, совершило юридически значимое действие, получило разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, введен транспортный налог. Возвращаться госпошлина не будет. Но есть плюс, если оплатил, то за 2021 будет начислен ноль. Если оплатил за весь 2021, но если заплатил, например, за январь-октябрь, за 10 месяцев, то за этот период не начисляется, а начисляется только за ноябрь и декабрь, и это будет предъявлено в 2022 году. И еще один момент в завершении этого блока, связанный с льготами. Они тоже предусмотрены, кто может рассчитывать на скидки, скажем так, в этом плане? Я не знаю, насколько подтвердит нам госавтоинспекция, но самая, наверное, большая скидка, это будет по транспортным средствам, которые 1991 года и старше. Эти транспортные средства не подлежат налогообложению. Конечно, льгота есть для инвалидов первой и второй группы. Это 50% и для пенсионеров 50%. 25% льгот для инвалидов третьей группы. И вообще освобождены от уплаты налогов те транспортные средства, которые оборудованы специально для передвижения людей с инвалидностью. Мы знаем с вами, это факт, который остается фактом в нашей истории. Большое количество людей, большой процент жителей Беларуси игнорировали уплату на протяжении последних нескольких лет госпошлина. Каковы шансы у тех, кто и дальше планирует не платить? Александр, слово игнорировали такое, какое-то такое жесткое, да? Да, может, и интеллигентно еще, смотря как посмотреть. Наверное, не соблюдали в полном объеме исполнение налогового обязательства, да? И не уплачивали государственную пошлину. Наверное, такой полной статистики нет, но если использовать те информационные ресурсы, которыми обладают налоговые органы, конечно, процентов 34 физических лиц только производили уплату государственной пошлины. Ситуацию надо было менять, чтобы все действительно формировали и участвовали в формировании бюджета. Есть ли шансы по старинке жить и не платить? Я считаю, что здесь каждый автомобиль, который учтен сегодня, он подлежит налогообложению. То есть в такой ситуации, как было, передвигался на транспортном средстве, не уплативший налог, это уже исключено. Имеешь автомобиль, ты за него заплатишь. Если не заплатил, это будет начисляться пеня. И, соответственно, по административному кодексу, статья 14.4, предусмотрена административная ответственность. Я только скажу про физических лиц, да? Это 15% от неуплаченной суммы платежа, но не менее полбазовой величины. Если ты умышленно это делаешь, 40% и не менее 10 базовых величин. Я считаю, что такие случаи будут исключены. Если не уплатил, на удержание в органы АПИ, и, соответственно, все равно будет бюджет. Эдуард Александрович, подключайтесь к разговору. До 2021-го мы уже говорили, транспортный налог был привязан к прохождению техосмотра. Как долго мы жили по этим правилам? С 2014 года государственная пошлина за выдачу разрешения транспортного средства к участию в дорожном движении было привязано к прохождению гостехосмотра. И вот 7 лет мы практически и работали так. То есть в последние 7 лет наблюдался рост числа тех, кто игнорировал закон? Я скажу, что он значительно наблюдался ежегодно, но минимум 10-12% мы уже не засчитывали в следующем году. А если взять 2020 год, в 2020 году эта ситуация еще больше ухудшилась. Если даже привести пример, если в 2020 году у нас было выдано всего лишь 108 тысяч разрешений, то хотя бы на год обратно вернуться, в 2019 году, их было 163 тысячи. Ну это значительная цифра. То есть в среднем в регионе, да и в стране примерно похожая статистика, проходила техосмотр 30% сознательных автомобилистов? От числа зарегистрированных я скажу, что вот за 12 месяцев текущего года мы подсчитывали, что касается у нас, да, эта цифра составляет около 30%. И речь, как понимаю, вот говоря про актуальность темы и проблемы, которая назревала и нарастала как снежный ком, далеко не в том, что государство чего-то недополучает. Я думаю, не самые большие суммы от бюджета. Но знаете, если я отвечаю на этот вопрос, я скажу, что в первую очередь это безопасность. Безопасность того транспорта, который участвует в дорожном движении, это жизни людей. Я считаю, что это не только недополучение бюджета, и каждый должен нести какую-то гражданскую даже ответственность. Понимаете, вот я тоже автовладелец, и когда прохожу ежегодно техосмотр, ну я получаю какую-то гарантию, да. Когда специалисты там посмотрят, обследуют автомобиль, ты выезжаешь со станции и, как я говорю, газуешь смело и не сомневаясь о том, что тебя проверили и тебя допустили в движение. Может где-то на какой-то станции, где обслуживаешься, именно ремонтируешься, это и не посмотрят, а там посмотрят однозначно. То есть здесь, да уж простят ваши коллеги из налоговых органов, все-таки даже не финансовый, не государственный интерес, а дело безопасности каждого участника дорожного движения. И рядового пешехода, который совершает, я не знаю, прогулку в той или иной части города, и тот, кто едет и прошел техосмотр. Да, хотелось бы, конечно, еще отметить, что если человек имеет зарегистрированную на себя машину, то есть транспортное средство, это не говорит о том, что он только должен эксплуатировать и платить налог. Она у него есть, она может стоять в гараже, но налог он все равно должен заплатить транспортный. Каков процент барахла за последние 5-7 лет появилось на улицах и дорогах, и областного центра, да и не только? Это можно сказать одним словом, то, что водитель, если он не проходит технический осмотр, значит, естественно, не смотрит за своим транспортным средством. Главное для него, чтобы оно ехало, а то, что оно имеет неисправность рулевого управления, тормозной системы, это уже как бы отходит на второй план. Поэтому сам техосмотр, он просто необходим, чтобы в дорожном движении участвовали только исправные транспортные средства. И, конечно же, опять возвращаясь все-таки к транспортному налогу, этот налог будет направлен на дорожную сеть, то есть на дороги, чтобы дороги были качественные. Потому что каждый водитель, каждый гражданин имеет и вправе пользоваться хорошими, благоприятными дорогами. Тем более, что эта тема, которую мы сейчас обсуждаем, действительно в том числе, а может быть в первую очередь, влияет на безопасность дорожного движения. Да, здесь все взаимосвязано. Естественно, транспортное средство должно быть исправно. Тут даже если посмотреть на маленькие недостатки такие, которые водитель не проходят техосмотр, вроде бы исправно тормозная система, рулевое управление, вроде бы резина хорошая, но при этом не отрегулированы фары ближнего дальнего света фар. Естественно, выезжая в вечернее время, в ночное, он слепит ближнего водителя, из этого могут выйти более трагические последствия. Опять же, как водитель, едем мы по дороге, видишь, какая едет, скажем, не очень хорошая машина, ржавая, где-то прогнившая, ну, в первое впечатление человек не смотрит за внешним видом, а что там технически, в какое у нас состояние. И всегда чуть-чуть сторонишься, или пусть едет он быстрее и уступи ему дорогу, а дальше он пусть сам движется. Безопасность. Это главное. Действительно, решение проблемы назаревало давно. Какие предложения и инициативы, известные вам, уважаемые гости, предлагали гомельчане по шлифовке законодательства в этом плане? Вот, к примеру, ваши коллеги из госавтоинспекции свои, я знаю, тоже предлагали инициативу по изменению законодательства. Да, действительно, мы вносили предложение, чтобы именно дорожный сбор был отвязан от прохождения технического осмотра, так как водители, не платя дорожный сбор, естественно, уклонялись от прохождения технического осмотра. Это все влияет на транспортные средства и на общую безопасность вроде бы, как и в области в целом. Эдуард Александрович. Что касалось конкретно транспортного налога, мы вносили свои предложения, чтобы провести корректировку механизма ее взымания, отвязать от госавтоинспекции технического осмотра, но чтобы тот же автовладелец мог заплатить ее частями. Месяц, три, пять. Из всего того, что вот сейчас принято, да, хорошо, принят транспортный налог, но его будут уплачивать все. А если мы вернемся к тем же дачникам, сезонникам, они выпадают из этого, но платить придется. Ну вот такая на сегодняшний счет. Если только дачники и сезонники не являются пенсионерами, то о чем говорит Владимир Владимирович? Или не являются они пенсионерами, и еще есть все-таки тут особенность. Сегодня местным органам власти предоставлено право людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, освобождать. Это, соответственно, идет в бюджет, и если человек обратится, и действительно будут обстоятельства, которые говорят о трудной жизненной ситуации, его освободят. Поэтому человек может и этим правом воспользоваться. Эдуард Александрович, в продолжение темы, буквально коротко, к чему пришли, говоря про алгоритм прохождения техосмотра, насколько упростили, и как это было воспринято жителями региона? Я скажу, что на сегодняшний день, даже на январь месяц, если взять, воспринято населением, это можно сказать, на ура. Мы наблюдали на всех диагностических станциях области очередь. Даже персонал станции не успевал даже принять всех. За январь месяц было выдано 25 тысяч разрешений. Если мы вернемся даже в 2013 год, это год, когда еще государственная пошлина не была введена, то там цифра всего лишь составляла 11,5 тысяч. То есть более чем два раза по сравнению, чем даже с 2013 годом. Ну, мы уже стали жить лучше, да, и машин стало больше. Неудивительно, поехали техосмотр проходить. Если взять автомобили, которые вот сейчас поехали, то это автомобили не 90-х годов, конечно. Это поехали автомобили, которые в основном до 10 лет. Но сейчас, вот в феврале... Да и 90-х годов тоже, наверное, поехали. Ведь сейчас всем придется, тем, кто из 90-х... Я говорю, что массово, вот именно январь такой. Вот сейчас уже в феврале мы наблюдаем, уже подтягиваются и другие годы выпуска. Кстати, мои коллеги пообщались с автомобилистами во время прохождения техосмотра. Внимание на экран. Александр Коваль на диагностическую станцию первого автопарка приехал с самого утра. Говорит, не ожидал, что будет такая очередь из желающих пройти техосмотр. Долго ли вы ждали свою очередь? Да, конечно, с 9 утра ожидал. Вот, только заехал. Это была живая очередь или вы записывались? Нет, это живая очередь. А вы уже были на каких-то других станциях техобслуживания? Я каждый год здесь прохожу, поэтому мне здесь нравится, но в этом году все сложно. Ну, сегодня уже будете спокойны? Наверное. Еще один Александр рассказывает, что на диагностическую станцию торопился не под влиянием ажиотажа, а по плану. Выстекает срок прохождения техосмотра. За рулем гомельчанин почти четверть века. И безопасность на дороге, которая в том числе зависит и от состояния автомобиля, всегда на первом месте. Сколько ждете в очереди? Ну, часа 2-3 где-то так. Какой вы были по счету? А я даже не считал так, сколько по времени. Почему решили одним из первых пройти техосмотр в этом году? Ну, потому что, говорят, всегда прохожу, как положено, техосмотр, и решил, вот срок заканчивался, решил пройти. То есть это не потому, что ажиотаж, а потому что вы просто так привыкли заканчивать и сразу проходить? Да, чтобы проблем не было нигде, ни на дороге, ни с ГАИ, ну, чтобы не нарушать ничего правила. Игорь Валерьевич, подключайтесь к разговору. Что поменялось с момента съемки этого материала? Я, в первую очередь, про очереди, которая до сих пор находится у автобусных парков, станции техобслуживания. Начиная с первого рабочего дня 2021 года, как говорится, получился очень массовый коллапс. Поехали люди, как этот мужчина говорил, те, кто проходил постоянно, эти люди, которые не проходили техосмотр по 3-4 года, вот они создали вот эту массовость. То есть какими бы не были идеальные условия, какими не были бы первоклассные специалисты? Справиться с той волной, наплывом автомобилистов, которые годами не проходили техосмотр, а сейчас, ввиду законодательства, решили приехать, очень сложно. Нет, мы с ними справимся, но, конечно, за день это нереально справится, мы с ними справимся, за 2-3 месяца мы пропустим. Техническая возможность единственной станции – это 100 машин, в среднем это 100 автомобилей в день. Если представить, что как минимум последние несколько лет 30% автомобилистов проходили техосмотр, то, я так понимаю, что как минимум полгода вам надо для того, чтобы переработать это количество людей? У нас будет постоянная работа, у ребят работа будет получаться, предприятие будет получать прибыль. То есть вы не жалуетесь? Мы не жалуемся, мы это только приветствуем. Главное, чтобы автомобилисты правильно понимали, вот факт остается фактом. Пока все-таки очереди у станции техобслуживания присутствуют. Вот, они бы могли быть меньше, что на это влияет? Ну, во-первых, влияет выбор самого автомобилиста, когда он хочет приехать. У нас с 2016 года есть онлайн-запись, в которой люди, ну, мы стараемся, делаем рекламу на этом, можно записаться, приехать в ваше удобное время, кому-то в первые половины дня, кому-то во вторые. С 2016 года у вас в автобусном парке «Один Гомеля» есть онлайн-запись. Однако, к сожалению, пока далеко не везде такое есть. И все-таки вот возможность такая есть. Каков процент ей пользуется? 30 процентов. Ежедневно 20 автомобилей минимально проходит по онлайн-записи. Ежедневно. Рисну предположите, а такие очереди, возможно, в том числе еще и потому, что большинство или большой процент приезжает на Абум? Вот я ехал, проезжаю мимо автопарка, дай-ка заеду. Нет, но они не едут на Абум, они едут пройти технический осмотр, они хотят его пройти. Ну, человек планировал в этом месяце, допустим, пройти техосмотр, проезжал мимо, но дай-ка заеду. А там таких, кто дай-ка заеду, уже вокруг автопарка два колеса. Ну, их, да, очень много. А те, кто хочет подготавливаться к этому техническому осмотру, они могут воспользоваться этой услугой, записаться, подъехать в любое удобное время для себя. Понятно, что секунду в секунду вряд ли сможете обещать пройти техосмотр. И все-таки, вот какие гарантии дает запись? Я приехал по записи, рядом со станцией техобслуживания очередь. Как протиснуться, кому доказать, что я все-таки записывался? Каждое утро, начинается рабочий день, инженер-диагноз из компьютера достает информацию. Записано 20 автомобилей. При заезде на действительную станцию, при оплате, он предупреждает, я по записи. Он становится, можно сказать, в отдельную очередь. Когда машину запускают на линию, он видит, этот автомобиль приехал, он его запускает без очереди, и машина проходит плюс-минус 5 минут. Эдуард Александрович, ну, я так понимаю, с небывалой нагрузкой столкнулись и ваши коллеги. Как видите решение из ситуации, которой вроде радоваться нужно? Да, законодатели нашли алгоритм, показали дорогу, по которой обязательно все должны пройти. Как помочь вам и коллегам? Я думаю, с той нагрузкой, которая уже даже сейчас существует, в отношении наших работников филиала, мы справляемся. И да, были первоначально, были, возникали вопросы, даже с отсутствием разрешений. Ну, то есть наклеек на лобовое стекло, так называемых, они сейчас перешли в разрад возимых. Ну, мы даже в январе уже выдавали даже электронные разрешения. Никаких-либо претензий со стороны автовладельцев у нас не возникало. И вот сейчас уже, в февраль месяц они подъезжают, и электронные мы меняем на реальное разрешение для предоставления при необходимости сотрудникам ГАИ. Игорь Валерьевич говорил про возможность электронной записи. Вот насколько видите перспективным этот механизм? Я хочу сказать, что на сегодняшний день уже нашим предприятиям каждому собственнику диагностической станции нашей области направлены информационные письма о том, что если нет такой возможности, вот как, например, в автобусном парке номер один разработать свой сайт, они могут через наш сайт со временем, я не говорю, что это будет в следующий месяц. С техническими возможностями мы располагаем, заключим договора и будем вести запись через сайт Белтехосмотра. Потому что сейчас даже если в поиске, в интернете начинаешь что-то искать, если что-то с техосмотром, все равно сперва выходит наш. И человек будет входить, я думаю, что здесь, там проблемы вообще нет. не будет существовать. Эдуард Александрович, а какие проблемы сегодня первостепенно чаще всего выявляет техосмотр? Ну, одна из проблем, я скажу, это неисправности тормозной системы. Если это приводить в цифрах, то, если взять в республике за прошлый год прошло более 700 тысяч единиц транспорта, то 200 тысяч единиц оказались неисправными. Из них, если взять, 11% это была тормозная система неисправности, 6,5% там выходила ли неисправности рулевого управления, подвески, около 6% внешние световые приборы, то есть о чем мы раньше говорили, тот же регулировка света фар и экологические параметры. И каждый из этих пунктиков еще одно подтверждение актуальности принятия закона. Все это огромнейшие риски. 10% имело неисправность с тормозной системой. Мало того, из того вот количества, что я назвал, которые были с неисправностями тормозной системы, например, 11% от 200, то 3000 единиц не вернулись повторно на осмотр. То есть они продолжали в 2020 года эксплуатироваться с неисправной тормозной системой. Игорь Валерьевич, подключайтесь к разговору. Вот какие бы вы выделили основные ошибки автомобилистов при подготовке и прохождении этих осмотра? Ну, это мое мнение, как тоже автовладельцы, самое элементарное первое, это нужно вымыть автомобиль, осмотреть его визуально. Не все это делают? Не все это делают. Иногда приезжают, как говорится, даже госинспекция подразумевает, мы должны в движении быть, наш государственный знак на автомобиле, они должны быть в чистом виде, они приезжают, вымыть автомобиль, посмотреть его визуально, на коррозию, что тоже мы обращаем, это очень сильно внимание, и проверить, что мы можем. Световую сигнализацию, правильно? Повороты там, фары мы можем возле подъезда. Дальше приезжаем к инженеру диагносту, который уже проверит тормозную систему, рулевое управление, ну и укажет на какие-то недостатки, или скажет, что у вас все хорошо. Но иногда люди приезжают просто на бум. Приезжают, у него нет ближнего света фара. А вдруг не заметит, да. Или видят хорошо трещины лобового стекла, которые тоже со стороны водителя не допускаются, но может инженер не заметит. Но там тоже работают квалифицированные люди, которые все это обращают внимание, выполняют свою инструкцию должностную. Ваши коллеги всегда принципиальны, или все-таки достаточно большой процент отправляется на второй круг? Принципиальность это однозначно, это тормозная система и рулевое управление. Ну когда при прохождении линии все такое бывает, ну это уже есть. Перегорела лампочка там, ее можно поменять в течение пяти минут, то, конечно, зачем нам человеку повторно производить оплату, управлять и терять свое время. Пожалуйста, на стояночке, где осматривает инспектор белотехосмотра, в течение получаса поменяйте, выйдет инженер диагност, проверил. Все, устранили неисправность, пожалуйста, получите допуск и счастливой дороги. Эдуард Александрович, последнее в этом блоке разговора, что является фактом подтверждения прохождения техосмотра в 2021 и далее? Я так понимаю, все и здесь уходит в цифру? Конечно, уже на сегодняшний день мы уже говорили о наклейках, как так называемых. Но это уже прошлый век. Все-таки на дворе 21 век, и уже надо переходить на более другие системы информационные. И на сегодняшний день я скажу так, что наше предприятие готово уже выдавать электронные разрешения. В ближайшее время будет проведено тестирование на диагностических станциях, прохождение контрольно-диагностических работ транспортными средствами с выдачей электронных карт, исключая бумажный носитель. Для консерваторов, я думаю, что нужно подчеркнуть, что если сотруднику ГАИ нужно проверить факт прохождения техосмотра, вы это сделаете при наличии печатного документа и без него? Нет, уже сотрудники Государственной автомобильной инспекции работают с приложением. Они входят в программу, в которой вводится транспортное средство, и оно видно, когда это транспортное средство прошло техосмотра, либо оно не проходило вообще. Поговорим сейчас еще и об одной достаточно актуальной теме. В 2021 вступают в силу поправки в изменение административного законодательства, что подтолкнуло к этим изменениям, как считаете? Я считаю, что изменения уже в административный кодекс Республики Беларусь об административном правонарушении назрели давно, по моему мнению, и они необходимы. Потому что если посмотреть и изучить этот кодекс, то законопослушный гражданин, когда он законопослушный, значит, кодекс не мулиберален. А это, естественно, будет меньше привлеченных людей к административной ответственности, и меньше будет у нас, конечно, статистика, меньше мы привлекем людей. А новый кодекс предусматривает категоризацию правонарушений. Этого раньше не было? Да, действительно, кодекс, который вступит в силу. Кодекс административных правонарушений, который с 1 марта, там есть действительно градация, есть понятие административный проступок, грубое административное правонарушение и значительно административное правонарушение. Что я хочу сказать? Административный проступок – это то административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность физическому лицу, если мы будем говорить про физических лиц. Это штраф до 10 базовых величин. Это незначительный проступок. То есть, так, значительный административный проступок – это где административная ответственность будет предусмотрена за совершение до 10, ровно 10 базовых величин. И, конечно, грубое административное правонарушение – это то, за что предусмотрено административный арест, общественные работы, лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью. И, конечно, если повторно в течение года такое административное правонарушение было допущено, то предусмотрена уголовная ответственность. Говоря про автомобилистов, за какие правонарушения теперь ответственность наступает молниеносная? Я говорю сейчас в первую очередь про штрафы, которые начисляются сразу, без предупреждения. Александр, я хочу опять же повториться. Это, конечно же, грубое нарушение правил дорожного движения. Это самое основное грубое нарушение, которое все считают, наверное, это управление транспортным средством в состоянии алкогольного пенения. Далее управление транспортным средством, не имея права управления, нарушение правил обгона, также совершение дорожно-транспортного происшествия, где пострадали люди. Ну и, конечно же, превышение скорости свыше 40 км в час и более. А сейчас вот действительно буквально тезисно, о чем говорили. В 2021-м ужесточается ответственность за нетрезвое нахождение в автомобиле, вождение автомобиля. Это все-таки не без привязки к статистике? Ну, Александр, если коснуться сразу статистики, то можно сказать, что в 2020 году было на 158 водителей выявлено меньше нетрезвых за рулем. Но это так, если 158. А если детально посмотреть, то если их было задержано 3130 человек, то это, конечно, большая, огромная масса водителей, потенциально опасных на дороге, можно сказать, преступников, которые управляют транспортным средством. Да, действительно, закон ужесточается. Если ранее получается, управляя транспортным средством лицо от 0,3 промилле будет показана степень алкогольного пенения, значит, он привлекался к ответственности в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления. Сейчас же это будет совсем по-другому. Будет градация. Также будет от 0,3 до 0,8 промилле, если будет установлен алкоголь в крови, значит, это лицо будет привлечено к ответственности сразу 100 базовых величин и лишение права управления. Если же будет доказано более 0,8 промилле алкоголя в крови, а равно также уклонение от прохождения медицинского свидетельствования, это сразу 200 базовых величин будет налагаться штраф и лишение права управления сроком на 5 лет. Еще более жесткое отношение в этом плане и в связи с превышением скоростного режима. Это тоже еще одна гиперактуальная проблема. Да, действительно. Могу просто привести пример такой. Выезжая на дорожно-транспортное происшествие буквально в августе месяце, водитель Яндекс.Такси на пешеходном переходе превышает скорость, сбивает пешехода. Пешеход погибает в процессе общения. Задается простой вопрос. Что послужило превышением скорости? И простой такой же ответ. Я торопился на заказ. Поэтому законодатель пошел, ужесточил ответственность за нарушение скоростного режима и повторно в течение года, если будет водитель превысить свыше 20 км в час, повторно, значит будет предусмотрена уже ответственность в виде 15 базовых величин, либо лишение права управления сроком до 1 года. В новом КОАП достаточно много законодателя внимания уделили профилактике. Вот признайтесь честно, вы все еще верите, что она действительно действенна? Ну есть такие водители, которые не нарушают правила дорожного движения, они законопослушны, взаимовежливы на дороге, ведут себя корректно. Ежегодно работника госавтоинспекции, себе в службу приглашаем, чтобы рассказали вот о тех нарушениях, которые выявляются, это есть профилактическая работа. Поэтому потом с госчиновником не легче спросить, тебе рассказали, что ты на 20 км превысил, ты зачем превышал? Но вообще профилактика хороша. Главное, кто-то захочет это слушать и услышит, а кто-то и дальше. Поэтому с кем-то можно говорить по-человечески и выстраивать диалог, а кто-то понимает, наверное, только жесткие рамки. Совершил правонарушение, наказан. Не, ну естественно, Александр, мы будем смотреть по каждому водителю и каждому нарушителю правил дорожного движения. Сотрудник госинспекции должен подходить, внимательно изучать все обстоятельства. Если человек допустил это незначительно административное правонарушение, он, естественно, не будет налагаться на него штраф впервые. Ему будет вынесено замечание устно, либо предупреждение. Если же это повторно будет уже совершено в течение года нарушение правил дорожного движения, тогда, конечно, будут применяться штрафные санкции. Но хотелось бы, конечно, еще отметить и про тех водителей, которые игнорируют правила дорожного движения, нарушают их злостно. Там, конечно же, кодекс будет ужесточен к ним, и санкции будут довольно серьезные. Что справедливо. Итак, уважаемые гости, спасибо за этот детальный разговор о главном. Прямо сейчас, по традиции программы, у каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Игорь Валерьевич, вам слово. Ну, подвести черту я хотел бы сказать, призывая всех автовладельцев, проходить технический осмотр, обращаться, конечно, на станцию, техническую станцию номер 37, которая находится в Первом автобусном парке, пользоваться онлайн-записью. Если что, постарайтесь сделать все для того, чтобы это было быстро, четко. Мы работаем все для людей и все для клиентов. Эдвард Александрович. Ну, я тоже хотел бы напомнить нашим автомобилистам, что безопасность дорожного движения на сегодняшний день одна из основных задач сохранения жизни, здоровья и окружающих. И тоже призвать, имея такую возможность, призвать автомобилистов к прохождению гостехосмотра, потому что пройденный вовремя технический осмотр и его эксплуатация исправного автомобиля, я считаю так, это залог безопасности. Тем более, что условия сегодня для того, чтобы пройти и самому чувствовать себя безопасно, и обеспечить безопасность пешеходам и автомобилистам, все есть сегодня для этого. Сергей Дорчич. Ну, конечно, хотелось бы пожелать нашим телезрителям одного, ну, все они являются участниками дорожного движения, это либо водитель, либо пешеход, либо велосипедист, либо иной участник дорожного движения, неукоснительно соблюдать пункт 7.2 правил дорожного движения, который гласит, участники дорожного движения обязаны не создавать препятствий и опасности дорожному движению, добросовестно вести себя и действовать вежливо, корректно, внимательно к другим участникам дорожного движения. Когда мы все это будем выполнять, эти требования, естественно, наша дорога будет безопасной, каждый гражданин будет уверен в своей безопасности. Владимир Васильевич. Александр, водители, у нас это люди, да, на сегодняшний день. Может, когда-то будут потом процессы эти автоматизированы, но сейчас это люди. Поэтому всем хорошей, спокойной дороги и возможности с гордостью сказать, все оплачено, и я еду уверенно. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин